Мёртвое озеро С мужем Мёртвое озеро фильм очень понравился. Понравился тебе фильм? Да. Так что мы уже просмотрели 4 серии, ещё 4 осталось. Если вы не смотрели, советую. Очень интересный фильм. Хорошие актёры. Игра замечательная. Индомакс. Сказала, выкупи все эти самые рецепты, которые мне выписали. Он до 26-го года, чтобы потом не бегать. То есть, то нет. Вот. Столько сразу. И этот тоже до 26-го года тоже. Поэтому это Моназит. И вот стоит 11,74. Это со скидкой. Здравствуйте. Давление. Моназит и Индомакс. Вчера купил Монаприл. Сегодня Моназит. Индомакса не было. И вот мне выписали. Сливочная. 2,45. Одна упаковка. Две упаковки. Сливки. Сливки 49 центов. Вот такие вот сливки кофе. И вот такое вот печенье. Мы были у внучки на дне рождения. Нам понравилось. Его 2 упаковочки купил. Евро 45 стоит. Оно солененькое. Очень вкусное. Производство Румыния. Вот так они выглядят. И чек на 12,97. И по трюше. Сегодня был привоз. Еще вкусняшечек купили. На 12,07. 5,75 вот эти. Скидочка была небольшая. Так 5,99. А так 5,75. И 3,16. Тоже это со скидкой. А так 3,29. Две упаковки вот такие вот. И всего на 12,07. Такая вот коробка. Хочу переложить в нее химию. 6,99 она стоила. И 2,80 скидка. Коробка 40,5 на 28 и на 15. Вот такая коробочка. Извините, что такой маникюр у меня. Оказывается, к новому мастеру надо было записываться в тот же день, когда делала маникюр. Заранее. А я не знала. Я уезжала на хутор. Потом надо было ждать с Жулькой оставаться. Когда я освобожусь. И вот сейчас позвонила. И вот только в понедельник она меня примет. Смотреть на руки на свои не могу. Это какой-то ужас. Там на улице. Тепло на улице. Тепло. Слушай, я тебе футболку положила. Вот там, это самое, кататься. Вот я футболку уже кататься. Нет, вот я тебе положила чистую, в ней кататься. Она будет впитывать себя. А то, что ты вот сейчас в ней, это обратно пойдешь. Катайся аккуратно. И не гоняй, пожалуйста, чтоб не устал. Ты мне теперь через каждые полчаса эти лекции читать будешь? Япона-мать. Не лекции. А что? Забота. Какая забота? Один раз сказал, все, забота. А катать через каждые полчаса я тоже лекции. Руки в боки. Это ты мне лекцию сейчас прочитал. Да тебе без толку. Видел, Гена приехал, и места нет. Ну, как ему повезло, что в лес уезжал этот, на микроавтобусе тот, многосемейный. Вообще, конечно, кто-то может три машины поставить из квартиры, да? Да. А кто-то и одну не знает куда. Слушай, как вода подорожала, ты посмотри. Главное, так незаметно хитро, да? Про газ, про электричество говорят постоянно. А про воду тишина и вдруг раз в четыре евро куб. И нигде ничего не объявили. Ну что? Такова жизнь. Да, все дорожает. Рада, Патрюша? Не то дала сначала, подумал. Не такие вкусняшки, да, Патрюша? Найте вам яблочко с собой. Ну, положи, положи. Хорошо, что каток начался. Есть теперь занятия, да? Да. Рад? Рад. Сейчас раскнулась опять на комментарии, которые YouTube убрал у меня. Настолько расстроилась. Такие гадости пишут вообще. Что вообще просто вот, ну, я не знаю, неприятно. И в основном пишут, их задевает с любовью из Эстонии, значит, название. Что, да, конечно, с любовью из Эстонии, лаптиноги и так далее. Они не понимают, что не так все просто для того, чтобы жить хорошо. И не понимают о том, что люди здесь родились. И что действительно прожили всю жизнь. И что это любимая страна. Вот никак не понимают этого. Чтобы хорошо жить и достатку. Погромче, погромче. Чтобы в достатке жить, пришлось немножко поработать. И не немножко. По 12 часов в день. Каждый день. А не так, как вот сидят и думают. Вот мне бы не меньше двух тысяч зарплату. Еще ничего не сделав для общества. Даже и для себя ему лень что-то сделать. Молодежь, я вот сейчас посмотрел, как молодежь крутится. На двух, на трех работах. И не позавидуешь. И по 12 часов каждый день без выходных. Но они себе зарабатывают на будущее. Семью обеспечивают. Ну что с меня? Готов к труду? Да. Сейчас пойдем. Не спеша в развалочку. Уже 11 час, пора тебе выдвигаться. Ты же говоришь, что ты сейчас не олень-бестроногий. Ну я раньше половину выходил, сейчас 15 минут выходить буду. Да? Да. Не спеша, наслаждаясь. Как получится. Может и спеша. Друганам всем послал сообщение. Всем. Встреча. Не все ответили, зараза. Встреча на катке. Сейчас погода хорошая, я думаю, все на дачах. Они оттуда и не приезжали. Вот надо было... Одессой как уехали. Надо было в 90-е годы покупать дом на Чудском озере, как все остальные покупали. Зачем мне головная боль? Не надо. Не надо. Вот тебе дачу не надо, дом не надо, машину. Тебе можно на солнце? Машину не надо. Нет, ну вот один вопрос сразу. Тебе можно на солнце? Раньше было можно. Причем здесь раньше, сейчас можно? А ты дальновидный такой. Я дальновидный. Все понятно с вами. Сейчас умные люди, нафиг. Все парники позакрывали, все, посели травку и сидят у дома, отдыхают. Все. Как у тебя, друзья, говорят, продать дешево жалко, а тащить уже тяжело. Да, так оно и есть, так что... У тебя свой кусок счастья у дома. Мне хватает. Косить надо уже. Когда будешь косить? Ты уже мне это неделю говоришь. Трава по поясу. В мои... А ты там сидишь в этой траве? Сегодня пойду. Это ты уже неделю собираешься. Так жара была невыносимая. А сегодня не жарко? Я не знаю, не была на улице еще. Какая же погода, как и вчера, и позавчера. Владимир Андреевич, приятного вам катания. А, вот видишь, как сразу... Я не так говорю, сразу меня провожают. Провожают, да? А-а-а. Наслаждайся. Наслаждайся. Ну, надо же человеку наслаждение от чего-то получать. Вот от этого. Это с хорошим настроением, чтобы идти на... Чтоб не слушать, чтоб некоторые нотации... Владимир Андреевич, от семьи надо отдыхать. Идите отдыхайте. Да. Да. Это семья от меня отдыхать будет. И я тоже буду отдыхать. Тише. А что... А кто постоянно телефон свой ищет? Кто? Я. Положит, а потом ходит. А где мой телефон? Некоторый раз даже не может найти. Позвони. Что? Позвони мне, позвони. Вот. Счастливой дороги, Владимир Андреевич. Давайте, давайте. Отдыхайте. Пол буду думать сейчас. О, это самый отдых для тебя. Да. Ага. Владимир Андреевич, чао. Давай, давай. 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 Сдельно жарко. Опять жарко. Но всё-таки ветерок. Не так душно жарко, как было эти дни. Сегодня получше. Спортсмен вернулся. Вся спина мокрая. Ну что, цены поднялись, нет? Пока нет. Диана говорит, у них цены поднялись на занятия спортом. И очень сильно. Сейчас, наверное, в сентябре тоже решат. Ты еще сил нет говорить, чуть ли не шепчешь. Почему я шепчу? Ну не слышно. Перекрыла. Как тебе, удовольствие справил? Справил. Много народу было, нет? Десять человек. Надо поднимать цены в два раза, чтобы эти десять человек и купили. Нет. Надо вовремя информацию давать, а не поднимать цены. Никто не знает, что открытие. Ну ты же всем послал сообщения. Все это у меня четыре человека. Все. Понятно. Все для шашлыков готовится. Вечером будут жарить шашлык. Погода способствует. Все, там уже мангальчик стоит и дрова приготовлены, наколоты. Какая красивая погода сегодня. Небо чистое. Мои пообедали и в два часа спать ушли. Время четвертый час, они еще спят. Спасибо большое, что посмотрели видео. Спасибо большое, если напишите комментарии. Счастья вам, любви, здоровья, чистого неба над головой. Заходите, пишите. Всем пока.